В Арктизе появится школа и детский сад. Поручение дал глава Республики Рашид Тимрезов. Проект образовательных учреждений уже на рассмотрении. Зима обещает быть холодной. Тепловые сети в Республике готовятся к отопительному сезону. Путь для подачи тепла в домах в ближайшее время. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Арктизе планируется строительство школы и детского сада. Такое поручение дал глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. В соответствии с задачей, которую руководитель региона поставил предправительством. В ходе совещания участники изучили земельные участки под строительство объектов, рассмотрели предварительный проект школы и определили дальнейшие задачи. Отметим, что строительство школы на 150 мест и детского сада на 80 мест в Арктизе планируется начать в 2025 году. Погода для октября теплая, но холода не за горами. В Черкесске 14 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в мэрии региональной столицы. Все подготовительные работы в городе давно завершены. О некоторых нюансах в тепловых сетях рассказали корреспонденту Артуру Мхце. Считанные дни остались до начала отопительного сезона. Все 22 котельные региональной столицы и около 70 километров тепловых сетей готовы к наступлению холодов. В городской ресурсоснабжающей организации рассказали о том, какая работа была проделана, чтобы предстоящий осенний-зимний период прошел без нареканий со стороны потребителей. Подготовка к отопительному периоду регламентирована правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Мероприятия, которые там прописаны, касаются как теплоснабжающей организации, так и потребителей тепловой энергии. В рамках подготовки к отопительному сезону на нашем предприятии было проведено ряд мероприятий. Это техническое обслуживание котельного оборудования, основного и вспомогательного. Был проведен капитальный ремонт наружных тепловых сетей, промывка и гидравлические испытания. По нормативам отопление включается при среднесуточной температуре в течение пяти дней ниже 8 градусов. При этом надо понимать, что ответственность за нехватку тепла в доме чаще всего лежит на управляющей компании, а не на тепловиках. Договорами о теплоснабжении предусмотрена граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Зачастую введение тепловых сетей наружные тепловые сети до стены здания. Все, что внутри здания, помещения многоквартирного дома или другого объекта, это введение уже субъекта. Норматив подачи на входе это 60 градусов. Такая температура позволяет обеспечить нормативную горячую воду и нормативную температуру в отопительный период внутри помещений. Решение о старте отопительного периода принимают городские власти. Согласно информации из мэрии Черкеска, в этом году тепло начнет поступать в дома с 14 октября. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что готовы к любым нештатным ситуациям. Аварийная служба тепловых сетей работает в круглосуточном режиме. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаев, Черкесия. Имя Исмаила Якубовича Акбаева более века назад засияло на небосклоне Карачаево-Балкарского просвещения. И до сих пор его ум, благородные поступки и доброе сердце восхищают потомков. Просветителю Северного Кавказа, духовному лидеру Карачаева-Черкесии, основателю газеты «Карачай» и первопечатнику мемориальную доску открыли в его родном, ауле Верхняя Тиберда. Об удивительном человеке, бескорыстно служившему своему народу, в специальном репортаже Аллы Динаевой. У дома Чукуна и Финди, как его любовно называли в народе, сегодня много гостей, не только жителей Верхней Тиберды, которые собрались на открытие мемориальной доски. Духовный лидер, поэт, автор учебников родного языка, общественный деятель, организатор первой в Карачаево-Черкесии типографии и крупный хозяйственник. Один из инициаторов развития тибердинского курорта и основатель первых национальных газет республики Исмаил Акбаев родился в 1874 году в семье Якуба и Финди, вероучителя начальных училищ школ в Учклане и селении Тибердинском. В 12-летнем возрасте был направлен отцом для обучения в Балкарию, а четыре года спустя Исмаил продолжил образование в Казани и Крыму, посетил Баку и Тифлис. Овладел арабским, турецким и кабардино-черкесским языками, разбирался в естественных науках, хорошо знал классику восточной литературы. Вернувшись на родину, Исмаил Якубович стал вероучителем местной школы, а в 1905 году в качестве старшего Финди возглавил мусульманскую общину аула. Он стал инициатором открытия первой в Карачае школы для девочек. Исмаил Акбаев переложил на родной язык в стихоторной форме основы вероучения, которые в 1912 году издал под названием «Иман-Ислам», а в 1915 году цикл «Зикров-Мавлут» собственного сочинения. Его перу принадлежит и ряд нерелигиозных поэтических произведений. Исмаил Акбаев стал реформатором родного языка и возглавил группу, составившую новый алфавит на базе арабской графики. На ее основе издал в Тифлисе первый в истории карачаево-балкарский учебник «Анатель. Родная речь». Успешно вел в Чукунае Финди семейное хозяйство, что позволяло ему заниматься благотворительностью, помогал в школе ее учащимся, выделял средства на ремонт дорог, мостов, мечети. С 1917 года он вновь в местной школе преподает родной язык. При советской власти Исмаил Акбаев активно включился в работу по ликвидации безграмотности в аулах Карачая, сдал добровольно все свое имущество государству и в 1922 году переехал жить в Баталпашинск, где продолжил свою педагогическую литературную деятельность и работал над созданием областной типографии для издательского дела на языках коренных народов и выпустил в этой типографии первую часть нового переработанного издания «Букваря, родная речь, азбука», а после и вторую часть. В 1923 году в Баталпашинске на съезде мусульманского духовенства Исмаил Эфенди был избран председателем президиума съезда. В этот памятный день на родине многих ученых, мастеров слова и добродушных горцев, всех собравшихся в солнечной Тиберде, поприветствовал глава верхней Тиберды Али Мурат Байчоров. А имам Аула Али Джукаев совершил дуа по умершим, которые посвятили свою жизнь процветанию религии и служению своему народу. Поздравляю вас с таким событием, знаменателем, познаменованием нашего великого земляка, жителя нашего аула, просветителя, духовного лидера не только Карачаева, Черкесии, но и всего Кавказа Северного. Спасибо вам за такое отношение к нашему односельчанину. Акбаев один из первых просветителей, который создал азбуку карачаевского языка, который возглавил первую газету «Карачай». Этим самым он внес огромный вклад в будущую культуру карачаевского народа, развитие его языка, его истории, его традиции. Для работников газеты «Карачай» открытие мемориальной доски просветителю имеет особое значение и не только по значимости, а еще потому, что оно приурочено к столетию печатного издания, отметила ее руководитель Салима Каркмазова. Всем уже известно, что нашей газете буквально через пару недель исполняется сто лет. Но сегодняшнее мероприятие доказывает, что нашей газете фактически больше. 19 октября 1924 года – это официальный день рождения газеты. Благодаря Чокуна Апенды, Акбаеву Исмаилу, еще в 1919 году уже была заложена основа газеты «Карачай». Так и называлась эта газета «Карачай». Инициаторам и организаторам данного мероприятия вручили почетные грамоты Миннаца, общественных организаций республики, фамилии Акбаевых и не только. Право открыть мемориальную доску предоставили внучатому племяннику просветителя и главе аула Верхняя Циберта. Теплые воспоминания у Аульчана ставила и дочь Чокуна Афенди Рима. Я знаю эту семью давно, знаю, с детства. Я тут рос, я тут играл с детства. Я знаю Риму, знаю ихнюю мать. Она нас постоянно кормила, там хвалила. Ну, учила же. Даже писать учила, читать учила она. Она тоже очень громадная была. И она всегда мечтала, чтобы вот эта мемориальная доска открылась здесь. Но, к сожалению, ее нету. Но мы эту мечту сделали. Вот эта мечта сбылась уже. Очень трудно в таком коротком интервью сказать о нем то, что хотелось бы. Но одно мы знаем, что он имя свое вписал в сокровищницу карачаево-балкарского народа золотыми буквами. Всю свою жизнь он посвятил честному служению своему народу. Все, что у него было, он отдавал народу. Как свое сердце, и так же свои знания. Столько он сделал для карачаево-балкарского народа, что очень сложно передать словами. А затем участники мероприятия собрались за круглым столом, который посвятили столетию газеты карачаи и 150-летию просветителя Исмаила Акбаева. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Харачева-Черкесия, Тиберда. Темы экологии и сохранения родного языка, культуры и традиций народов Северного Кавказа обсудили на круглом столе. Он прошел на базе средней школы поселка Кавказский. Подробности у Али Баташева. Дарина Магулаева рассказала о своем проекте «Сохраним розу Кавказа». Его цель – сохранение пиона, произрастающего в Карачаево-Черкесии и занесенного в красную книгу. Мы выпустили листовки с описанием и рекомендациями не рвать цветы красной книги. Я узнала историю пиона и рассказала об этом своим одноклассникам и друзьям. На занятии вышивка лентами мы также изучали растения красной книги. Весной у нас ввели лазорики красные, которые еще называются «Роза Кавказа». И пришло вот это положение на конкурс, и мы с Дариной решили принять там участие. Она заявила желание. Дети с удовольствием вышивают лентами все цветы, растения, даже мы животных тоже вышивали, которые занесены в красную книгу нашей республики. То есть мы воспитываем экологическую культуру у наших детей с самого детства. Проект Дарины получил высокую оценку на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», проходящей в Москве. Школьница посетила столицу и с радостью принимала поздравления и подарки в своей школе. Благодарственные письма и денежный приз за поддержку эко-проекта получили и Прикубанский районный центр детского творчества, директор и педагоги средней школы поселка Кавказский. «Это очень красивый цветок, он занесен в Красную книгу Карачао-Чешкетской республики, он называется лазорик, еще у него много других названий. Так как он редкий цветок, если его срывать, будет штраф от двух с половиной до пяти тысяч». Важно сохранять не только природу, но и родной язык, на котором говорят, пишут и думают представители множества народов нашей страны, говорили участники «Круглого стола». «Не стесняйтесь своих корней, не стесняйтесь, это стесняться своего языка, это значит стесняться своей бабушке, которая на этом разговорит, дедушке, который вас воспитал, или родителей. Поэтому любите свою большую родину, Россию. Это все для чего мы делаем, почему вы сам встать наш день». Обычаи гостеприимства на Кавказе существуют на протяжении многих веков. Верность традициям сохраняется и сегодня. Участников «Круглого стола» радушно встретили национальными блюдами в школьном музее, показали предметы быта своих предков и сценки самых распространенных обрядов народов Северного Кавказа. Али Баташев, Медина Джанкезова, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Почти 10 тысяч новых книг пополнили библиотечный фонд Карачаева-Черкесии в этом году. Новая литература появилась в библиотеках всех муниципальных районов республики в рамках государственной программы развития культуры, которая разработана по поручению президента России Владимира Путина и соответствует целям нацпроекта «Культура». Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Современные, яркие, а главное, интересные и очень познавательные издания разных жанров уже ждут своих читателей. Литература предназначена для книголюбов всех возрастных категорий, в том числе и для самых маленьких жителей республики. Отметим, что в республике функционирует почти 160 библиотек и, самое важное, все они пользуются спросом у наших жителей. Далее смотрите вторую часть интервью врач-уролога, кандидата медицинских наук Бориса Шапарова. На сегодняшний день он трудится в Москве в городской клинической больнице 31 имени академика Савельевой. Словом, я Деника Ракетова, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.